Девушки отдыхают Всем привет! Настало время, чего мы дожидаемся? Будем дожидаться того, что наступает раскручивание дела врачей, как это было в каком там, в 53-м, или в каком, я уж не помню, году. Да, это я к тому, что сейчас во всех лентах все пестрит делом Сушкевича, врача-неонатолога, реаниматолога, которая как бы якобы не смогла выходить 600-граммового ребенка, который родился глубоко недоношенным, это что-то вообще за пределом. Тем более у врача у этого не то, что это самые плохие, а одни из лучших показателей по ее деятельности. Да, короче, наступает такое время, когда врачи вынуждены серьезно задумываться над тем, чтобы пора действительно куда-то валить. И если честно, я как врач, и жена у меня врач, вот жене у меня 46 лет, вот, работает она врачом всю свою жизнь, она, кстати, тоже врач-неонатолог, приходится задумываться о том, что же делать дальше. И если нам, конечно, посложней, потому что есть определенные наработки, связи, какие-то привязанности и так далее, то молодым врачам, которые учатся в институтах или которые только начинают свою работу, я реально советую серьезно подумать над тем, стоит ли в России связывать свою деятельность с практикой врача. И если возможности есть, надо валить нафиг, прямо реально, и работать с врачом в тех странах, где реально профессия доктора уважаема и востребована. Когда-то я занимался глубоко проработкой темы, была мысль, потому что, действительно, почему бы и не попробовать. И, конечно, страны бывшего советского лагеря для этой цели замечательно подходят. Много стран есть, где немного нужно для того, чтобы с нашим дипломом все-таки устроиться там, пройти специализацию, учиться и, в общем-то, начать действительно работать как очень уважаемый и состоятельный человек. Вот, прям реально. Здесь же это просто какая-то засада. Я даже не понимаю этого героизма врачей, которые, несмотря на крайний негативизм от огромного количества пациентов, полное наплевательство со стороны Министерства здравоохранения и государства, на постоянные преследования со стороны следственных каких-то комитетов, милиции, каких-то прочих органов судебных и так далее, продолжают заниматься врачебной деятельностью. Вот это вот, вот в чем оно, самопожертвование-то. Ну, это глупое какое-то самопожертвование на самом деле. Врач занимается не тем, чем нужно. Он просто занимается тем, что выдерживает удары судьбы и наплевательское отношение со стороны всех, кто только может это сделать. Самое главное, что когда наступает такой, в смысле, момент, когда в жопу клюнет жареный петух, то врач становится крайне необходимым. Вот. И сразу становится самым нужным и необходимым самим человеком, которому чуть ли не в жопу ли готовы лизать и целовать. Но это просто под ударами судьбы, под обстоятельствами. На самом деле, никакого уважения к врачу ни у кого сейчас на самом деле нет. И как это ни странно, значит, уважают тех врачей, которые сам стяжательством занимаются. То есть те, которые напрягают пациента, те, которые дорого стоят, лечение которых стоит реально дорого. Вот. Вот они как раз уважаемые. Почему? Потому что люди так устроены, что то, что достается на халяву, они готовы требовать еще гораздо больше. Поэтому врачи в оплатной медицине сейчас пользуются гораздо большим уважением, чем те врачи, которые работают на государственной самослужбе, в клиниках каких-то государственных. Ну и что? Я, конечно, понимаю, из-за чего это все получается. Потому что те люди, от которых реально зависит благополучие и развитие этой медицины, они отечественной медициной не пользуются. Вообще. Чуть только что коснись, они сразу бегут за рубеж. В Израиль, в Германию, еще куда-то. То есть им отечественная медицина нафиг не нужна вообще. Конечно. Поэтому им и наплевать на тех, кто работает в сфере медицины. Им наплевать и на пациентов. На самом деле, если существует действительно, скажем так, концепция такая, чтобы народ то скотинился, поменьше жил, потому что, ну зачем же пенсии платить, да? Надо же каким-то образом, вот увеличили пенсионный возраст, значит, меньше пенсии платить будет. Еще лучше, чтобы не доживал народ, даже близко до пенсии, тоже ни херово. Вот. Уже прекрасно, значит, экономим. Чтобы народ обновлялся, чтобы до старости не доживал никто. Старики не нужны ни хера. Вот об этом же вся политика государства говорит. То есть, не нужны пенсионеры, то есть, не нужны старики. Нужны молодые болваны, которые будут проливать кровь в войнах и работать на низкооплачиваемой дурацкой работе. Всякой разной. Вот. Поэтому не нужны ни интеллектуалы, поэтому с образованием засада, ни здоровые люди. То есть, они здоровые должны быть до поры, до времени, лет до сорока, пока справляется абсолютное большинство людей без вымешательства серьезного какого-то медицинского. Ну, остальные пусть подыхают. Чуть только старше стали, и все. Вот. И, конечно, для того, чтобы это получалось, надо, чтобы была очень низкая, была плохо развита медицина. Как это сделать? Во-первых, убить образование медицинское, то есть, сделать его слабым, дохлым, чтобы врачи были дебилоидами молодые, чтобы ни хера не умели и не знали ничего. Это первое. А второе – это выбить медицину из колеи настолько, чтобы там работали тоже только те, кто вот не уважает сам себя, что называется. То есть, ничего серьезного люди делать не могли, потому что интеллектуал высокоразвитый, который действительно обладает высочайшими профессиональными навыками и знаниями, просто перестал хотеть работать в сфере медицины, чтобы он на нее наплевал, чтобы он проникся к ней, ну, та, злобленностью и ушел оттуда, и чтобы там остались одни придурки только. Вот. И тогда, конечно, все будет очень хорошо, в кавычках, разумеется. То есть, все тогда. Медицины, как таковой, в общем-то, не будет, а будет так, как будто одни санитары. Вот так. Санитары, медсестры, медбратья. Это максимум. Все. Те, кто вверхах, они, конечно, вылезут за рубежом, а для плебеев ничего не нужно. И вот меня, конечно, поражает то, что люди до сих пор идут в медицину, работают в медицине и не уходят оттуда, продолжают делать свой фантастический труд. Я вот из медицины, из такой, смотрите, свалил давным-давно. И, знаете, вот не жалею. Хотя считаю, что в моем лице медицина, ну, хирургия вот особенно, потеряла, на самом деле, хорошего со специалистом. Потому что мне хирургия очень, ну, нравилась в ортопедии и травматологии. У меня хорошо получалось, у меня получалось хорошо пластика. В общем, все, за что я не брался в хирургии, у меня все очень хорошо получалось. И мне это нравилось. Я учился постоянно и был готов учиться и дальше. То есть, стал бы супер-высококлассным спецом. Но смысл-то какой? Я уже тогда понял, что два врача в семье – это перебор. Я оставил супруге, я оставил право за супругой, потому что она всегда мечтала быть врачом-неонатологом. А мужчина должен деньги зарабатывать и все. Я, конечно, остался в медицине, но совершенно по другому профилю. То есть, это связано больше было с частной практикой, мануальной терапией, спортивной медициной различного рода. То есть, услуги, консультации и так далее, разработки методик. Но это уже была частная совершенно вещь, больше связанная с наукой и внедрением различных методов профилактики различных травм и реабилитации после травм. Но не в больницах уже, потому что в больницах было понятно, что это нафиг. Нафиг никому не нужно все равно. Потому что врач, например, физиотерапевт в больнице, это вообще в глазах пациента, это просто какой-то ремесленник вообще. То есть, обслуга, который подошел, поставил там электроды там и все такое. Это такое отношение вообще не нужно. К хирургам-то сейчас так относятся, как будто это, блин, обслуживающий персонал. Все такие стали пиздодельные, что чуть что сразу, в суд там, да, там все, мы свои права знаем, ребята. Что вы творите? Вы наряду с теми, кто ответственен за развитие медицины, гнобите медицину в еще большей степени. Потому что я знаю много своих друзей, ну, по Метинституту коллег в прошлом, которые сейчас просто табунами ломанулись из государственной медицины. Они уходят, уходят из нее, потому что они не хотят дальше выносить унижения, вот эти все, которые они испытывают на работе в государственных клиниках. Унижение просто реально, унижение зарплаты, которая нищенская, просто нищебродская. И когда Росстаты наши всякие какие-то цифры диктуют по поводу того, что средняя зарплата такая-то, такая-то у врачей, блин, придурки все, кто говорят, вот, там, из пациентов, что врачи-то только прибедняются, что все не так. Ребят, вы посмотрите, как подгоняются рейтинги за один день, там, если надо. Вот так и цифры считаются. И бедных у нас так же считают. Посчитали что-то до хера бедных, да? Давайте по-другому посчитаем. И давайте бедными не будет считаться тот, у кого хотя бы есть, там, не знаю, смотрите, квартира, которая хера знает, как досталась, может, от бабушки, дедушки, там, вообще, человек ее содержать даже не может, у него денег нету платить за коммуналку, но квартира есть. Он ни хера уже не бедный, все. И у нас бедных стало в несколько раз меньше сразу, там, условно говоря. И здесь то же самое. Посчитали они, блин, сколько зарплаты у врачей. Да пипец, я еще никогда нигде не видел, чтобы у кого-то зарплаты были такие соответствующие, которые, ну, декларируются. Да и это просто так насчитано, но это не соответствует реальности вообще. А тут еще начинаются уголовные преследования. Блин, до чего дело-то дойдет? Да оно только дойдет до того, что вот прямо реально, вот, понимаете, всегда, когда-то наступает та, вот, та последняя черта, вот та последняя капля, которая переполняет стакан, когда поверхностное натяжение уже не выдерживает эту горку, когда вода стоит горкой, и одна капля, и все сходит, понимаете, все. И все, здесь тоже, ну, вот было дело этого Голунова, что ли, да, журналиста, когда все журналисты поняли, да, что если так, если они не защищать сейчас Голунова, ну, коллегу своего, то по такой же по статье они могут сесть завтра сами, и ломанулись абсолютно все на защиту, и отбили мужика. Понимаете, наступит такой момент, когда так же поведут себя врачи. Они самые терпеливые, самые, вот эти журналисты, это все-таки клан такой скандальный, они так заточены. А врачей нет, понимаете, им некогда заниматься политикой и всякими перетурбациями, поэтому они терпят, 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 терпеть, наверное, дольше всех они, если бы не могли бы. Но, понимаете, даже у терпеливого человека когда-то переполняется чаша терпения. Она переполняется. И она переполнится, это точно. И вряд ли она переполнится каким-то бунтом, там, вот таким, что врачи там выйдут на митинги, понимаете, потому что всегда найдутся те мудаки, которые будут укорять. Хотя, вот вы вышли там за бастовку, а как же клятва Гиппократа, у вас же в это время эти самые пациенты там болеют, что вы творите? Вот, это удар ниже пояса. То есть врач даже не может выразить каким-то образом этот протест. Они выразят протест по-другому. Раз они не могут выразить таким образом, они просто выразят его тем, что они уйдут. Они просто уйдут совсем. Ну, потому что лучше быть нищим, но на свободе, чем быть нищим и быть под угрозой постоянно сесть. Потому что врач, который зарабатывает 10-15 тысяч рублей на каторжной самоработе, получает такой вот оклад, он эти 10-15 заработает по-любому в любом другом месте. Не имея никакой ответственности вообще. Просто до сих пор врачи занимаются этим из любви и по призванию. По призванию, потому что врачом быть действительно это призвание. То, что они за крохи какие-то и под угрозой, под ответственностью, каторжно работая, постоянно в нервике и все это делают, это вот и есть их призвание, их жертва. Это жертвенная профессия. Но когда еще это все и делается постоянно под угрозой, что какой-то дебилоид, блин, передаст все дело куда-то, заявит там в милицию, в суд еще куда-то и начинается еще гонение, подключаются следственные комитеты и что-то еще. Лишь бы раскрутить бы что-то, да какой припент у врача работать. Да ему это не вопьется ни в одно место. И не пойдет, все пойдет по одному месту, по известному направлению, понимаете. На хера оно не нужно? Я уверен, что если вот еще старые врачи, ну старые так относительно, те, которые долго проработали, они цепляются за профессию, потому что, ну они уже привыкли, человек так инертен, он долго разгоняется и потом долго тормозит, то молодые свалят сразу, понимаете. И все. Вот это жопа, короче, вот просто жопа жопная. Вы-то что думаете по этому поводу? У меня на Яндекс.Зене я написал в свое время статью, которая называется «Стоимость бесплатной консультации доктора, врача». Блин, так эта вот статья написана была давно, а до сих пор она вызывает больше всего комментариев и споров там больше всего. И знаете, что я хочу сказать? Что абсолютное количество отзывов от так называемых пациентов, со стороны пациентов, крайне негативные. Врачи-срачи, вот у них, все. Вот так вот. Так что вы ходите к врачам вообще, скажите мне? Идите в платную клинику, и лечитесь в Израиле. Чего вы идете к врачу? Я вообще не понимаю. Что вы хотите получить-то там? Если вы заведомо настроены таким образом, и как вы надеетесь получить от доктора что-то, внимание какое-то, когда вы сами идете с такими вот установками к человеку, который работает с задаром, с утками, с перегрузками безумными. Это вообще жопа, короче. Короче, я думаю, что все. Ребят, я реально советую всем медикам, молодым, которые работают, которые учатся в мединституте, валите пока не поздно. Прямо реально. Или доучивайтесь, и валите за бугор. Реально. Прямо конкретно. Либо идите куда-то в клинике частной, и все, даже не пытайтесь. То есть это бесполезно абсолютно. Если раньше еще плеяды, династии были, да, был какой-то блат, и устраивались лучше те, кто прямо династиями целыми самоги работали. Сейчас и они не в безопасности. Все это бесполезно. Посадят абсолютно любого на ровном месте. Но самое худшее, это вообще жопа какая-то, что врачи начинают еще и друг на друга стучать. То есть довели до такого состояния, как это было при Сталине. Начинают друг друга закладывать и стучать. Тьфу, блядь. Это вот все. Короче говоря, полная жопа. Медицина в сраке. Все просрано. Прямо реально. Если в стране не будет медицины, на этом все и закончится. Понимаете, какая никак бы не была развита инфраструктура, машиностроение, чего у нас и нету. Что бы ни было. Образование. Как бы не было развита это. Если в стране нет медицины, то это все не для кого. И счастливых людей не будет, потому что больной человек счастливым быть не может. А сделать его здоровым часто под силой только врачу. Понимаете? Вот врач это такой человек, с деятельностью которого сталкивается в жизни каждый, каждый, каждый без исключения человек, кроме тех, которые живут. Я не знаю, как это, мормоны в Америке, там, не знаю, в Сибири, может, есть там, в глухомане семья какая-нибудь, которая не знает, что вообще профессия такая есть. Но все, начиная, это, это начинается от роддома, заканчивается патронажной сестрой и педиатром, и продолжается всю жизнь, и до самой смерти. Человек сталкивается с доктором. Блин, это должен быть самый уважаемый человек, он сопровождает вас всю жизнь, всю, и всю жизнь делает то, чтобы ваша жизнь была комфортнее и лучше. И вы смотрите, что делается для того, чтобы врача загнобить. Все для этого делается. Все. Чаша терпения однозначно будет переполнена. Она уже переполнена. Понимаете? Сегодня мне пишет моя супруга, узнавшая про вот это дело. Она же тоже не на толку меняет. Говорит, это все, это, говорит, просто край. Непонятно, что делать дальше, как жить, потому что совершенно понятно, что это коснуться может абсолютно любого на ровном месте. И какой бы ты хороший врач, бы не был, у тебя, если профессия связана с тем, что люди потенциально могут умирать, это хирурги, это не анатологи те же, это там акушеры. Но вот родился ребенок 600 грамм, да блин, из них выживает-то немного. Сейчас, конечно, намного больше, сейчас возможности, есть оборудование, но так делается все возможное. Если не получилось, это потому, что это невозможно было сделать. Да, друзья. Короче говоря, готовьтесь. Апокалипсис, зомби, быть, апокалипсис наступит намного раньше. Только зомби будут не не мертвецы восставшие, а толпы больных людей с гнилыми зубами, с невылеченными и некомпенсированными врожденными патологиями. Различные. То есть вы увидите, как на улицах через пару десятилетий будут ходить одни уроды с кожными опухолями, хромые, косые, лямые, вонючие, гнилые. И это будут, между прочим, люди, которые 20-30 лет назад были вполне себе нормальными учителями, не знаю, обработниками офиса. Они и зарабатывать будут столько же, сколько и сейчас и все такое прочее. Но просто они будут все больные. Потому что поехать за рубеж у них учиться, лечиться возможности не будет, а медицины, как таковой, не будет. В медицине останется только шваль. Потому что нормальные люди уйдут из медицины из-за невозможности выносить те, ну, так сказать, унижения, которые они испытывают уже сейчас. Все. Пока.